Ребятушки, всем привет! Всех-всех вас целую, люблю до луны и обратно. В общем, это видео тогда, когда мы ездили к маме. Вот, мы только приехали. Только приехали, в общем, снимать я уже больше её не стала. Хотя в комментариях сейчас читаю, вы там пишите, требуем банкета. Но мы поехали, вот это мы посидели, то, что я сняла, да. Потом поехали по делам, потом поехали по магазинам. То есть, всё, что ей надо, там, закупили, морозилку забили. И, в общем, она устала. Устала, потому что всё равно инсульт был. Конечно-то, она уже на восстановление идёт, но всё равно она даёт о себе знать. Поэтому мы поедем, теперь мы поедем в следующий раз. Вот, как у детей только каникулы будут. Это каждый год у нас так. Мы детей, Алину в основном, вот в этом году, может быть, Камила, поедут пол лета, там, месяц. Бывает два месяца, дети проводят у мамы. Вот, и тогда я уже приеду на недельку. Недельку, дней десять побуду у мамы. Это всегда так, когда я привожу детей. И уже тогда она вам там, она рассказывает всякие байки, истории. Вот. Многие написали, мама интересная. Ну, мама, да, у неё и жизнь была очень интересная. Там действительно есть, что рассказать. Но она говорит, она с утра ещё как-то этот говорит. Ну, ладно, говорит, приедем, ещё, говорит, что-нибудь запишешь, я расскажу. Но когда человек устав, ему уже, честно, и не до видео. В общем, заехали в магазин, тоже по мелочи кое-что купили. По мелочи. Так, два хлеба взяли. Ой. По мелочи на тысячу с чем-то. Молоко взяли одно. Чабан. Взяли сметану, чабан. Вот это именно сметана, а не, как его, не сметанный продукт. Мы уже брали один раз, по-моему, да. Но она не всегда бывает у нас в магазине. Стоит она 139 рублей. Это, ну, здесь литр нету. Здесь 700 грамм, по-моему, сметанная дыр. Так. Трубочки вот такие взяли. Килограмм стоит 261 рубль. Вот это на 306 рублей. Они как раз коробку открыли, все-все начали брать. Смотрю, кассе подходят все с этими трубочками. Они прям мягкие ещё. Так, два кефира взяли. Два кефира. И всё, что мы, что ли, взяли? Ну, да, и всё, и больше мы ничего не брали. Так, взяла я себе. Давно я смотрела на эти контейнеры. Но всё, думала, потом-потом. В общем, мечта сбылась. Мечта сбылась. Короче, я хотела себе контейнер под длинные макароны. Вот. Потому что, когда пачку открываешь, и там остаётся вечно, то не той стороной взял, то что-то высыпалось, что-то рассыпалось. И я всегда хотела вот такой длинный контейнер. Но здесь их три. Так. Эти, говорит, ты хотела... Он, да нафиг они нужны? Я говорю, как нафиг нужны? Он, говорит, ты хотела под макароны. Зачем тебе три? Что, я не найду, что в эти контейнеры насыпать? В общем, я даже взяла, пошла с этими контейнерами, где макароны продают. Померила, что они в идеально туда входят. Даже ещё и место остаётся. Так. Здесь какие-то крышечки. Вот. Видите? Можно вот так вытащить, сколько надо. Так. Этот у нас на 5 литров идёт. На 3 литра и на 2 литра. Ну, вообще, под порошок их можно. Ну, под порошок у меня есть. Мне не надо. Я вообще уже перехожу к тому, что у меня все крупы начинаю пересыпать во всякие вот такие баночки, контейнеры. Это очень удобно. Это и места мало занимает, и меньше бардака. Это у меня ещё сейчас ещё ничего тут нету такого, да? А когда кухня будет, это прям просто... Так не должно быть вот так навалено всё. Всё должно быть по своим местам. В общем, вот такие вот три контейнера. Вот такая у меня покупочка. Рада до безумия. Сейчас наиграюсь несколько дней. Пока оно не приестся всё. Ну, и всё. И там поставили... Мы уже подъезжали. Дети поставили варить картошку. А сейчас я почищу селёдку. Ещё селёдка, что Ходи, привозила. Будет сегодня селёдочка с картошечкой. Вот так. Смотрите, ребятки. Мне кажется, что это... Вот этот враг... Ну, то есть, меня два человека брали кровь с вены. Что они просто, мне кажется, непрофессионалы. Ну, куда такие синяки? Это ужас. Смотрите. Как будто меня избили. Вот это вот так искали вену. Но здесь ещё... Ну, куда не шло, но всё равно. А здесь прямо шапухшая рука. Гляньте. Аж вот вздулась вот так вот. Аж красная, синяя, бордовая. Ладно, ребятки. Встретимся с вами. И всё. Что будем делать, покажу. Ребятушки, всем привет. Это уже утро. Даже день сегодняшнего дня. В общем, я также по больницам. Иду. Злая такая, разочарованная. В общем, остался последний анализ. И такой простенький. Ну, как простенький. Он, конечно, нужный. Насвёртываемость крови. В общем, прихожу я его сдавать. А они говорят. А у нас нет пробирок. Я говорю, что я при чём? Ну, мы их заказали в январе. Но у нас их нет. Вот. Я давай звонить вот это в платную. Ну, в платную, конечно же, есть. Иду к терапевту. Ну, чтобы она мне подписала. Она говорит, нет. Анализы как бы все сданы. Но ещё не все готовы. Ну, результаты. Она говорит, результаты заберёте. И тогда придёте ко мне. Я говорю, ну, как у вас вот так вот всё платно, всё? Она говорит, какой вам надо анализ сдать? Я говорю, ну, вот этот, на свёртываемость крови. Он как-то, конечно, по-другому называется. Вот. Она говорит, подождите. Я, говорит, я сейчас позвоню. У нас, говорит, здесь берут. Говорит, этот анализ платно. В общем, мне даже страшно представить, если... Это я просто сдаю анализы. Мне даже страшно представить, если ты заболеешь. Если у тебя нет денег ни на анализы, ни на что-то такое. Вот. Я просто в шоке. Бесплатно. В общем, можно сдать только кровь и мочу. Всё остальное платно. Фасоль хочу взять, девочки. Лобби усвариваю. Идик, пошёл за аджикой. Имбирь маринованный. Вот полтора килограмма, 250 рублей. Я здесь всегда беру фасоль. Много большой выбор. Вот рис, который можно диабетикам есть. И зелень взяла на лоббио. Кинза 40, лук по 20 зелёный. Такие цены. Фикс прайс зашли. Не знаю, Ведик что-то хочет. Я ничего не хочу. Даже вникать не буду ни во что. Сюда зайдёшь, всегда всё надо, надо, надо. А, щёточки на дворнике. Нет, штуки, пойду, я-то в контейнеры посмотрю. Что там есть? Штука. Ну, штуки три. Ой, сколько, мама дорогая. Почём они? Там, Медик, сейчас убьёт, если я хоть что-то возьму из контейнеров. А вот этот, ванну. Полочки. А, это, этот, на батарее сушить бельё. Это? Ну, контейнеры, я так понимаю, мы брать не будем, да? Нет, нет. Вот видите, нет, нет. Нельзя. Ну, правильно, каждый раз, как выезжаю, последний контейнер вот такой купила. А этот, по чём у них? Девочки, а вот эти, по чём контейнеры? 299. Ну, представьте, я за 126 рублей купила. Это в два раза даже больше, дороже. Вот тут контейнеры, что я последние купила, видят, 299 у них, слышишь, а мы за 126 так добрали. Эдик, я тоже втихаря зашёл себе. Там в Кропотке никогда мы у мамы были. Она тоже вот такой взял. Ну, ему под инструменты в багажнике возить. Всё, ты ничего не будешь брать? Продукты я никогда вообще просто нет слов. Никогда здесь не покупаем ничего. Никаких ни печеньев, ничего. Да, я там пополозил. Это что? А, это обеденная зона. Штативы, вот, девочки, кому нужны штатив для телефона с держателем. Для начала, кто только начинает что-то снимать, очень даже пойдёт. Это лампа. Гляньте, какая складная лампа. Я вот тут купила лампу кольцевую и не нарадуюсь. А до этого тоже сколько я барахла всякого покупала. Поэтому такой совет у кого лучше купить сразу хорошего. Так, я обещала тамаре. Они вот здесь по 4 штуки в комплекте. А я покупала по 6 штук. 6 штук тогда стоили 55 рублей. А сейчас вот 4 штуки 99. Подорожали они. контейнер со сливным отверстием 99. Это тоже под макароны подошёл бы. Что я вчера купила. Ну ладно, уже купила, купила. А я вчера тоже так удивился. Опять контейнер. Мне хочется всё, чтобы было организовано, чтобы не валялось всё. А бы где. Вот сколько белой посуды. Вот эти тарелки 26,5 сантиметров 149 рублей. Так. Ну вот такое вот сердечки. Всё, что связано с сердечками я такое не люблю. Не знаю, примитивно оно как-то. вот ничего, тарелки. Ну вот чисто белые были бы. Вот они 77 рублей стоят. Чьё это вообще? Люминарк, да? А, нет. Кто это? Ну, вы поняли, да? Это же тоже фирма. Она такая вроде известная. Так, что тут ещё? А, вот эти вот, что сейчас матрёшки продают. Видите, здесь по одной. нержавейка одна 249. Но мне это не надо. Так, а вот чем шашлыки жарить нам надо, но она маленькая. Всё, ничего тут такого больше нет. Чё ты купил? Чё-то нашёл? Вонючка вонючка в машин. Поняли? Всё, что пахнет вонючка. Форма для запекания. А, это под жульен. Три штуки 199. Нет, мне это не надо. В общем, мы зашли. Идут маяки. Сейчас купят маяки на этот. Штукатурить будет летнюю кухню вот эти дни. Завтра мы никуда не едем. Гляньте, какой огромный палац. 11,350. Ковёр 2,5 на 3,5 овальный. Он прям большой. 7,500. Вот этот мне тоже нравится. 11,350. Также 2,5 на 3,5. Они тут все, по-моему, 2,5 на 3,5. 8,000. Вот этот 4,4,200. Маяки взять. говорит, давай посмотрим пластик, чё почём, потом потолки подбивать в этом, в летней кухне. Ой, какая красота, мама дорогая. 2,4 на 3,4. 50,650. Ты квадратуру помнишь нашу? Сколько нам обойдётся, если подшить полностью потолок? Нам так не трогаем 2,760. Так это одна палка столько стоит? Или метр? Одна палка 280. Одна палка 280, да? А нам сколько таких надо? Такие пластики сейчас интересные. Не то, что раньше были вот эти ушлепанские. А, я такой не хочу чисто белый, хочу цветной. Чё это чисто белый? Это скучно. Хотя бы белый, но с каким-то рельефом. Вот это чё? ну вот такой рисунок. 2,760 получаются. Вот такой рисунок. А хорошо, какой трёхметровый? Не, только белый. Только белый трёхметровый, цветных нету? 2,70. Ты чё? Без вариантов, да? Вот такой что ли? Скучный такой. да? А чё? Только из-за того, что нету трёхметровых цветных, да? Их в смысле? 3 метра 37 сантиметров здесь. А те узенькие у этих не вышел идёт, допустим. Да? А вот этот 346 для нём ещё шире. Вот он. 346. Это на кухню сколько пойдёт, посчитай по деньгам выйдет. где 300 сантиметров это вообще 50 сантиметров ну сколько нам надо штук? 3 там 3 на 3 30 у нас. считай. 6 штук. Вот таких 6? 6 получается. 3 тысячи. Всего лишь 3000. Нормально. Я думала, это дороже всё выходит. В общем, всё едет, начинает. Сегодня уже даже штукатурить. Я же как говорила, первое, что мы сейчас будем делать, это летнюю кухню, чтобы съехать с дома и начинать в доме что-то штукатурить, что-то делать. 3000 не весь, какие большие деньги. Подъёмные, как говорится. Ну, вообще, да, если были бы вот эти красивые трёхметровые, можно было бы вот, а может с той стороны. А, это что такое идёт? Мозаика какая-то красивая, тоже можно подбирать. Ну, это самоклейка всё. Ну, типа фартук. Чё? Тоже чисто белый? Нет, почему? А, вот, вот, хотя бы, да, что-то такое, повеселее. А вон золотой, тоже трёхметровый, такая же цена. Ну, золота нет, но с серебром нормально было бы. Скажите, девчонки, вам как, чем чисто белый, лучше же вот это, правильно? А по цене что выходит? То же самое, да? Но он уже. сейчас посчитает. Вот, эти корзиночки. Это ж моя тема, а что в неё ложить? Там не только, я найду, что положить. 100 рублей. Не, я куплю корзиночку. у меня все эти корзиночки контейнеры скоро на голову оденят. О, вау, не дадут, А это ламинаты, да? 14 штук, умножь на деньги. 3 тысячи. 3 тысячи. А давай плитку посмотрим туда, чтобы положить потом сразу. А здесь нету плитки? Ну, вот, девчонки, хоть уже что-то выяснили с летней кухни. Сейчас поштукатурят, пошпаклюют, скорее всего, покраска там у нас будет, плиточку, какую-нибудь недорогую, керамогранит. И вот так потолок подшить и будет очень даже прилично и красиво. А вот МДФ. МДФом тоже можно подшивать потолки. Не, лучше пластик. Лучше пластик. А вот это, смотри, это под фартук, да? На этот, на кухне, да? Что, прикольные такие. Ну, дешевые, в летнюю кухню зачем дорогое? А, ну, у них такая цена, видите? 115 рублей. Вот, лепи одну к одной. Но это нет, это точно нет. Если бы я выбрала то что-то вот такое вот. я ни к чему вообще. А, вообще, да, нормально, на летнюю кухню даже очень. И одну стенку можно было бы облепить какой-то, да. Ну, короче, вариантов много. А вот это и девчо. Вот это чо. Это тоже из этой же серии, Да. Вот под фартук можно будет придумать. А вот еще девчонки. Смотрите, вот эту бы я тоже выбрала бы. Стенку даже можно обклеить. Она нет, из чего? Она к самоклейке. Она к стене. К чему она вообще клеится? К стене ее можно? А, на жидкие гвозди. Вот так. Ну, вот линолеум самый дешевый 330 рублей. Линолеум нет, это точно. Даже в летнюю кухню лучше керамогранит какой-нибудь недорогой взять, это намного практичнее. Но он тоненький, тоненький. Чуть какой-то бугорох и ему трындец. Вот, пошли ковролины 765 вот этот серенький 400 рублей погонный ой, ну да, погонный метр. А в длину он получается 520. Ну, длина хорошая. 570 здесь такие вот ковролин нету. Я вообще ко всем вот этим вот поверхностям мне вот лучше ламинат, плитка, все, вот эти вещи я только признаю. Ковролин нет. Даже потом когда-нибудь в дальнейшем лучше вот ну ламинат и вот такие вот как я вам показывала типа овальные вот эти коверчики. Вот ламинат и допустим если ты уже захочешь что-то кинуть вот из этой серии. А в коридоре где плитка там кухня ну в кухне можно было бы что-то кинуть но у нас теплые полы поэтому нецелесообразно наверное дать что-то кидать туда сверху. Теплый пол для этого делали чтобы ничего не стелить. Это прикольный 425 рублей велком, да? вот бабочка бабочка это 3300 стоит полтора на полтора получается. А это дорожки ну вот самая дешевая да? 240 рублей а сколько она в ширину в ширину метр метр она в ширину а вот метр 20 250 дорожки недорогие дешевые ну дорожку можно было бы летом кидать когда теплый пол выключен полы все равно холодные будут ну хотя когда это когда это будет девочки знаю что когда это будет так ну тут такое все 240 кстати вот 235 рублей полтора метра она в ширину погонный метр не знаю это дешево да? а вот эта серия уже идет подороже ну здесь видные качества они такие мясистые массивные те такие вот безворсовые а эти с ворсами уже они вот 700 800 ну тоже по-моему мне дороже 800 вот тоже какая алесенька 615 но она 06 у нее даже метра нету это остаток остаток отдают за 528 рублей метр 32 в остатке а это вот такие дорожки они всегда были недорогие нашла еще один магазинчик тут прям переход был 22 да урну тоже хочу потом на улице поставить ну 22500 ну я по такой вот без пепельницы мангалы такие простенькие 4000 вот ковочка под цветы вот эта тройняшка три горшка здесь 925 рублей а здесь 3 4 5 6 7 1900 вот такой мне нравится кованая все так а вот маленькая 530 рублей вот это тоже хорошенько 945 рублей так вот это тоже прикольная 740 так а вот тут что-то посерьезнее да вот такая ветка стоит 350 а так это обычная ветка золотом покрашена я думала это кованная ну и пошел тут мир горшков я такое не люблю цветы я не сажаю к цветам отношусь как-то ну не мое это вот красивые горшочки 175 рублей а большие его 660 а вот пальмы это большая сколько она стоит цену не вижу маленькая вот 400 рублей она вырастет наверное будет такая же большая вот садовые фигуры ну они с гипса все что садовые фигуры с гипса они вот так его на солнце поставят он вот цветает это уже проверено у мамы много таких всяких было вот за бетон надо а с гипса нет это все красиво но это надо ставить куда-то под навес чтобы не попадали прямые солнечные лучи все ничего тут больше нет то